Всем привет от Беременяшки! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня буду показывать свои обновочки на это прекрасное, чудесное, интересное, волшебное положение. Поэтому, оставайся со мной, желаю приятного просмотра. И сразу хочу оговориться, что не обязательно тратить кучу уйму денег и еще покупать именно вещи исключительно в разделе для беременных. Потому что сейчас такая мода разнообразная, что каждая из нас даже в обычном магазине на скидках, на сейлах, в каких-то стоковых магазинах может подобрать для себя что-то интересное, классное, модненькое. И что обязательно вам пригодится и после рождения деток. Оставайтесь со мной и поехали! К сожалению, освещение тоже у меня пока хромает. Как-то моя лампа все до меня не дойдет. Но, надеюсь, уже к следующему видео все будет намного-намного лучше. И по традиции начнем с той вещи, которая на мне. Это платье а-ля халатик, такое легенькое, джинсовое, классное, струящееся. И в этом видео будет достаточно много платьев, потому что я их любила, люблю и буду любить. Это всегда готовый образ, одела, ты красоткой побежала, весной под сапоги по осени и зимой. А летом это кроссовки, кеды, сандалии и все классно выглядит. И опять же, это все стоило не так уж дорого. И эти платья покупала еще на 8 марта. Кое-что сама, а кое-что мне дарил мой муж. Вот такое легкое, джинсовое, красивое. Здесь есть камушки, здесь есть жемчуга. Все нашито. Впереди идет молния. Здесь оно свободненькое. И еще, как мне нравится, по бокам идут кармашки. Можно и засачивать рукава. Еще, думаю, неделька-другая. И я смогу его носить под кроссовки, под кеды. Будет очень мило и классно смотреться. Оно длинное в пол, но, к сожалению, я не смогу тебе показать, потому что место не позволяет. Но поверь, оно очень классное. Кому интересно, ссылочки на что у меня есть я оставлю, а на что нет я просто могу оставить название бренда. Вот такое вот милое. Пишите, какая из обновочек вам понравится больше всего. И огромное спасибо за ваши лайки и за обратную связь. Эббичка будет иногда нам мешать, потому что она проснулась, смотрит в окошко. Там детки играют, и ей тоже надо, и ей тоже хочется. Поэтому она будет периодически подавать голос. Следующая моя обновка – это верхняя одежда на весну, на которую я давно засматривалась. На эту великолепную легкую куртку из эко-кожи. Это у нас бренд Фаберлик. И, наконец, на линеечку, артикул и ссылочку я оставлю под видео, появилась скидка и распродажа. У них имеется еще в такой цветовой гамме под рептилию и платье шифоновое. Но так как мне Леша еще на день рождения дарил только в серых тонах шифоновое, из натуральных тканей, классная подкладка только в серой цветовой гамме, поэтому я решила, что, наверное, не надо, а вот куртка как раз на весну то, что нужно. 46 размер как раз и сошелся мне на животике. Цвет голубой, хотя здесь у нас присутствуют элементы и синего, и голубого, и бирюзового. И вообще тренд этого сезона весны и лета – все оттенки голубого и синего. Вот таким образом она выглядит. Рукавчики идеально по плечикам, по груди, так как у меня сейчас все выросло, и даже на животике она застегивается. Идет серебристая металлическая молния. Можно не застегивать, можно вот так застегнуть. И вот полностью, если будет более прохладная погода. И по бокам тоже идут молния. Так, здесь она застегнула элементы. Когда она застегнута не полностью, чтобы отворачивать воротничок, даже с этим платьем смотрится, мне кажется, очень и очень хорошо. И нравится, когда курточка просто расстегнута. Это уже на более теплую весну. У меня есть сумочка с элементами рептилии, более такая нейтральная, бежево-розовая от Катерины Фокс. И мне кажется, вместе с этой курткой будет смотреться неплохо. Особенно, если я еще возьму себе молочные кроссовочки с элементами рептилии. В принципе, у Фаберлик есть и кеды в такой цветовой гамме, в такой же расцветке. Тоже будет смотреться хорошо. Вообще, может, не все любят такие принты, но мне нравятся. Пишите, как вы считаете, мне идет или не идет, но я довольна. И здесь очень качественная, хорошо выполненная подкладка. Вот такая синя-голубая. В принципе, нареканий никаких нет. Она и не плотная, и не тоненькая. Кожа как идет с тиснением. Не только расцветка под рептилию, но и сама структура. Все молнии такие серо-черные. Все выполнено хорошо. Никаких нареканий, претензий по качеству у меня нет. Я довольна. И не зря я хотела ее уже практически целый год. И, наконец-то, я дождалась сейла. Следующая, это тоже верхняя одежда. И покупала я это пальто, в принципе, тоже по очень хорошей скидке от бренда Багун. По-моему, это французский бренд. Здесь в составе присутствует основная часть шерсть. Очень красивая тоже расцветка под рептилию. Посмотрите. В таких же тонах, конечно же, мой любимый синий цвет. Пальто длинное. Здесь есть такая красивая нашимная брошка камня. И оно довольно-таки длинненькое, примерно по колено. А-ля халат с запахом. Поэтому на любой объем животика оно налезет и сойдется. И довольно-таки интересный элемент это пояс. С одной стороны обычный, а с другой стороны он присборенный. Вот такая красота. Это тоже добавляет свою изюминку. Качество великолепное. Я очень довольна. Давайте я его тоже примерю. Ношу его уже не снимая. Оно мне показалось сначала будет легким. Но вот вчера было у нас градусов 10-12 на этой неделе. Я носила его и я в нем не замерзла. Здесь у нас кармашки по бокам. Это шикарный пояс. Вот смотрится оно классно. И самое главное, классная длина. Комфортная, не тяжелая. И мой любимый синий цвет. Который, как по мне, мне идет. И я его обожаю. Вот такая классная находочка, которой я тоже безумно довольна. Ну и давайте продолжим с платьями. Вот такое красивое тоже голубое. С цветочным принтом. На весну, мне кажется, идеальный вариант. Оно свободненькое, но уже не длинное, а более укороченное. Двойное на подкладе. Вот таким образом называется бренд. И смотрится оно очень мило и красиво. И мне кажется, с этой курткой от Faberlic тоже будет хорошее сочетание. Я вообще обожаю, когда на одежде есть цветочный принт. Вот такие крупные цветы. Здесь идет как сплошная ткань. Она не прорезиненная. Хорошее качество. И в одном из видео оно было уже на мне. И мне кажется, тоже смотрится довольно-таки неплохо. И оно здесь по животику меня не обтягивает. Поэтому я смело смогу его еще носить и весной, и летом. Вот такая вот милота, красота. Сзади идет на молнии. Как вам пишите? Так. Эбби залезла под одеялко. Эбби отправляется в баню. Следующее тоже платье, которое вы могли видеть, наблюдать в одном из видео предыдущих. То ли на этом, то ли на втором канале. Темно-зеленого цвета это бренд Reservit. Оно идет из плотного хлопка, который держит форму, немножечко шелестит, струящийся. Это такое а-ля селянское платье, распашонка. И такие модели сейчас это тренд сезона. Есть у очень многих брендов похожие модельки. В магазине было такое платье еще и в черном цвете, но мне кажется, зеленое выглядит более интересненько и сочетается с моими оливковыми глазками. Самое обычное, вроде бы в нем ничего нет, но зато у меня есть зеленые сапоги в такой же цветовой гамме под рептилию. И есть платье, вернее сейчас уже есть платье еще и сумка. Поэтому у меня целый образ готов и все в одной цветовой гамме, что мне очень нравится. И главное, оно очень удобное, комфортное. Я брала для себя размер 36 и здесь еще достаточно места для животика. Единственное, мне кажется, что это плотный хлопок и на лето, на жару оно не подойдет. Вот здесь рукавчики 3 четверти, есть пуговичка и смотрится действительно неплохо. Главное, как вы его обыграете, украсите и на работу, и куда угодно, и возможно даже на какие-то мероприятия можно смело надевать вот это шикарное платье. И, конечно, цвет здесь фишка этой модельки. Вроде бы, знаете, такое обычное, но смотрится хорошо. Буду его носить уже со следующей недели, потому что, благо, погодка у нас налаживается, солнечно, тепло. И можно уже раздеваться и носить свои долгожданные наряды. Следующие мои бновочки это джинсы. Одни я покупала специально на Алиэкспресс, я их вам уже демонстрировала. Вот такие универсальные. Я решила, что возьму одну базовую модель. Это джинсы средней плотности и буду их носить и по весне, и летом. Тем более, они свободноваты мне. Здесь хлопковый верх этот пояс серого цвета, есть резинка, все регулируется. Они такие а-ля бойфренды, а-ля мам джинс. Сзади идут два кармашика. И качество, на мое удивление, довольно-таки неплохое. И по ножкам, как я люблю, они меня не слишком обтягивают. За цену в районе 17 долларов, бесплатную за доставку и довольно-таки быструю на новую почту, это реально крутой вариант. И вторые джинсы я покупала до этого, темные. Но джинсы не слишком плотные. И можно носить их будет и по весне, и даже летом на резиночке. Поэтому я же говорю, что не обязательно покупать даже те же джинсы в разделе для беременных. Потому что сейчас такие модели моди. И здесь они тоже идут внизу на резиночках, на манжетиках. Вот такие милые, самые обычные. И стоили они недорого. Также я потом буду брать себе, как я сказала, обувь и вот такие обычные футболочки. Которых у меня достаточно. Сейчас, извиняюсь, она уже примялась. Свободного силуэта, который без проблем можно будет носить и в прекрасном беременном положении. И потом, после рождения деток. На сегодня это, в принципе, все. Еще у меня есть вот такой более теплый вариант, который я купила, но почему-то как-то ни разу ее и не поносила. Брала в Хумане, когда еще не было больших скидок. Но мне понравились вот эти нашивки. Хлопковые, очень хорошее качество. Но она как-то не чересчур свободноватая. Как-то я переборщила, переоценила свои параметры. На сегодня это все. Жду от тебя комментариев. Какая из обновок тебе понравилась больше всего? И пиши, если ты в прекрасном положении, то ты покупаешь вещи только для беременных или тоже, как и я, выходишь из ситуации, покупаешь в обычных магазинах по скидкам, по распродажам, по сейлам, что мне кажется очень правильно и не стоит переплачивать. Эти вещи прекрасно потом впишутся в любой гардероб и после беременности, после рождения деток. Поэтому на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Пошла я монтировать видео и буду сразу выкладывать. Пока, до новых встреч. А потом, конечно же, гулять на улечку и дышать свежим воздухом. И получать витамин Д солнечные лучи.